Партнер рубрики «Дежурный по городу» – портальная бесконтактная мойка «Эрле». Здравствуйте, с вами дежурный по городу Кристина Булыцына. Сейчас мы находимся во дворе дома на улице Павлика Морозова, 10-26. В этом доме более 95 лет не было капитального ремонта. Как сегодня живется здесь с калининградцем? Давайте посмотрим. Первый дом пострадал во время войны. С просьбой утеплить фасад и отремонтировать крышу местные жители обратились к властям еще в 60-х. Тогда им обещали, что в 71-м году проведут капитальный ремонт. Прошло 46 лет. Треща в стене стала еще больше, да и крыша протекает. Ну вот это вот что, вот это вот. Вот оно все, вы посмотрите, все отваливается. Ну как так нужно? Как так можно жить? Просто вот. И это после того, как несколько лет назад по многочисленным просьбам все-таки заменили кровлю. Тогда на ремонт власти выделили 4 миллиона рублей. В доме 10 муниципальных квартир. В одной из них в 2013-м начали ремонт. Это привело к тому, что в ванной обвалился пол, а по даже несущим стенам пошли трещины. Ремонт экстренно прекратили. Если подпорки убрать вот эти, то скорее всего квартира провалится вниз. Вот здесь все прогнулось и вот идет соседний подвал. В соседнем подвале там вообще пол, о не пол, потолок вогнутый настолько, что в любой момент может просто обвалиться в подвал. И квартира соседская окажется в подвале. Кроме этого трещина вот идет сквозная, вот эта трещина идет по всему, по всей стенке. И от черного пола фундамент всего 30 сантиметров. Вместо положенных 50. Кстати, почти у каждого жильца есть свой подвал. Правда, многие не были в нем уже несколько десятков лет. Наша съемочная группа первая, кто за много лет спустился в этот подвал, так как местные жители опасаются даже сюда заходить. Это все из-за кирпичей, которые прямо с потолка падают произвольно на пол. Фонд по капитальному ремонту провел экспертизу, после которой пришел к выводу. Стоимость ремонта – 80 миллионов рублей. Чтобы обеспечить жильцов новыми квартирами, понадобится на 1 миллион меньше. Поэтому проводить капремонт нецелесообразно. Нам, значит, ничего не пообещали. А Кондратьев, он мне, значит, написал, что во всем мире, что везде в мире существует практика страховать свое жилье. Поэтому делайте ремонт сами. После ремонта, в который они хотят положить 61 миллион, они ответственность не берут на себя, что если вдруг где-то в какой-то квартире произойдет очередное обрушение, то они ответственности не берут. А так страхуйте свое жилье. Жильцы этого дома уже отбили все пороги здания администрации и правительства Калининградской области. Сейчас они обратились за помощью в администрацию президента. Ответить калининградцам пообещали в течение 30 дней. Кристина Булыцына, дежурный по городу. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – портальная бесконтактная мойка «Эрле».